Улица Квитка-Основьяненка – одна из самых красивых и исторически интересных улиц Харькова. Она практически круглый год привлекает гостей города, туристов, да и самих харьковчан. Для того, чтобы людям было здесь комфортно, общественная организация защиты пешеходов предлагает эту улицу сделать полностью свободной от автомобильного движения. Наш проект заключается в том, чтобы создать пешеходную зону в центре города под названием «Старый город», и основной улицей для этой зоны будет Квитка-Основьяненки. Создание пешеходной зоны в центре Харькова, по мнению организаторов, является довольно важным, как раз с точки зрения привлечения туристов. Во многих городах Европы и Запада уже давно существуют такие пешеходные зоны. Самая концепция, которую мы пропонуем, не просто прибраться от этой машины, а разработать концепцию целесного использования этого пространства, который будет местом и отпочинка, и, правильно сказал Валерий Иванович, местом спілкувания городян. Поэтому вопросы активисты уже обращались в Харьковскую мэрию. Но на данный момент этот проект не вызвал интереса или поддержки. Чиновники говорят, что у этого проекта нет точного плана, чтобы воплотить его в жизнь. К тому же нужно точно рассчитать новое место для парковки тех автомобилей, которые сейчас находятся на улице Квитки-Основьяненка. Среди автомобилистов и пешеходов мнения хоть и противоречивы, но в одном они сходятся – цивилизованные современные парковки в центре города и не только в центре необходимы. Это будет, наверное, больше неудобства для тех, кто тут работает, в этих торговых центрах, в офисах. Они даже должны оставить свои машины. Я только за, если только сделают нормальную парковку для автомобилей, потому что мест катастрофически не хватает. Ну, как-то так. Организаторы же говорят, что на данный момент их главная задача – убедить власть и общественность в том, что нужно кардинально изменить подход к использованию и сохранению исторической среды в центре Харькова. Мария Вовк, Михаил Воронков, Агентство телевидения Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова